Есть много людей, которые меня постоянно убеждают, и даже они присутствуют сейчас в тщательной твиче, в том, что, дескать, многие люди играют в геншин ради бездны. И прям вот проходят её, вот всё, вот бездна это самое главное в этой игре. Вот, больше как бы, всё остальное хуйня на постном масле, бездна, вот то, ради чего люди играют в геншин, и не дай бог с ней что-то случится, или её как-то засрут, всё, пиздец, играть будет не во что. И почему-то, и при этом такие люди, ну, то есть, да, как бы, это нормально, можно играть в геншин, можно играть ради много всего, и люди, они, в том числе, могут играть и ради бездны, и это ок. Но почему-то вот именно люди, которые считают, что в геншин нужно играть ради бездны, и таким образом играют, они считают, что так должны играть все. И при этом, они почему-то, вот если, например, взять человека, который, допустим, считает, что нужно играть в геншин ради жёпы, вот, и вот он себе на роли у булки шеньхэ, с дырками на жёпе, и бегает с ней, он почему-то не считает, что, типа, ему нужно ходить в какую-то бездну, и не ебёт всем мозги. Но у меня постоянно, постоянно посвящаются люди, которые почему-то мне не верят, что большинство людей, игроков в геншине, хуй клали на вашу бездну. Я постоянно этому удивляюсь, потому что постоянно, мне кажется, что, не знаю, хочется постоянно доказать, что у людей какой-то странный мир в голове, и он неправильный, к сожалению. Поэтому всегда хочется это доказать, потому что я представляю, как работает большинство, это вот то же самое, например, можно сравнивать с Нинтендо, и почему-то вот у нас в России, например, не любят Нинтендо, и очень мало играют в эти игры. Но в мире Нинтендо пользуется бешеной популярностью, и многие игроки у нас в России этому вообще в упор вообще никак не верят, абсолютно. Там начинается вплоть до просто отрицаний этого факта, что там какой-нибудь условный Марио продаётся по 50 миллионов копий, заканчивая маня теориями заговора о том, что Нинтендо себе подрисовывают циферки, короче, и всё остальное. Вот. И каждый раз, значит, когда мы спорим про вот эту вот фигню с бездной, люди, я доказываю это супер простым способом. Ты просто нажимаешь кнопочку F2 и смотришь на людей, которые, потому что пишется, докуда люди проходят бездну. И мне всё время люди говорят, нет, ну Нюх, ну ты смотришь там в первый день, ты смотришь там в пятый день, ты смотришь там в седьмой день, ну ещё не все же, ещё не все сходили. И вот это каждый раз. Так вот, специально сейчас, в последний день, в последний день, перед сбросом бездны, это значит, что уже совершенно точно до сброса бездны осталось 8 часов, и совершенно точно все, кому действительно нужна бездна, уже туда сходили. И сейчас мы посмотрим, вот просто на выборке рандомов, сколько людей ходят в бездну. Буквально буду сейчас просто вот идти, вот я нажал, и буду вот сейчас вот идти и смотреть. Вот так вот. 7-1, 56-й ранг, обращаю ваше внимание, вообще не ходит. 8-3, 56-й ранг, хуй поклал. 12-1, молодец, ходит, но не прошёл, 55-й ранг. 11-3, 56-й ранг, не прошёл, не проходит 12-й этаж, вон какие персы у него. 8-3, 55-й ранг. Это люди, если что, и они прямо right now в онлайне, то есть нельзя отмазаться, что типа, дескать, они там давно не заходили в игру, нет. В этом меню люди, которые right now находятся в онлайне. 12-2. Ну вот, что-то серьёзное более-менее. Но и то, на фулл не проходит. 10-1, 55-й ранг. 12-3. Может быть даже на фулл звёзды, этого, к сожалению, не понять. Ну вот это вот первый из скольки, да, из выборки, раз, два, три, четыре, пять, шесть, из восьми. Из восьми человек первый, который хотя бы до 12-3 закрывает. 11-3. 10-3. 8-3. 56-е ранги, смотрите, просто на ранги. 8-3. Вот ещё и второй 12-3 попался. Интересно, она всё закрывает или нет? Так, на 23-й ранг смотреть без мазы, да? Давайте прям серьёзных ребят будем смотреть. 57-й ранг, так. Ну вот, 12-3 тоже. Ну, 53-й тоже должен. Нет, 8-1, даже не доиграл. Ну, с 50-го ранга-то точно можно. 9-3. Тоже положил хер. Так. Тут, ну вот, 53-й давайте. 9-1. Ну, давайте ради интереса просто. 5-3. На 50-м ранге можно уже и побольше закрывать. Ну, на 52-м 10-1. Ага. 8-3. Нет, я не буду смотреть по хоя лаву, потому что здесь более глубокая выборка. Это прям в игре. Не, они все онлайн. 7-1. 53-й ранг. 8-3. 9-1. Ну, сколько мы видели троих? Давайте ещё разочек. 56-й ранг. 8-3. Во, 12-2. Смотрите-ка. 8-3. То есть, вот эти вот люди с 8-3, они даже не заходят в бездну. Во, 12-3. Моё уважение. 11-3. 9-3. То есть, чего проходит по убездны? Ну, 12-1. Ну, явно, то есть, не на все звезды, то есть, ходит, видимо, один раз. 11-3. Забивает хер. Ну, 8-3. 8-3. 9-3. Ну, 12-3. Да, ну, 48-й ранг, ладно. Так, что ещё? Ну, 53-й. 7-1. Ну, 53-й-то ранг уж хотя бы 8-3-то должен закрыть. Вообще нас срать хотел, чел. 9-1. Хлюпа. Ладно, открою только из-за никнейма. 10-1. Так, что тут ещё? Давайте вот 53-й, может. Не, 7-1. О, 55-й. Хорни. 8-3. Вообще плевать. Хотела на бездну. Так, 56-й. Ну, 10-1. Два этажа проходит. Ну, давайте ещё разочек. Ещё разочек. Ну, 12-2. Ну, тут прям... Человек, видать, старается. 10-3. Ну, этот не особо думал, что один раз зашёл, всё. Забирает. Нет, фильтра игроков по рангам нет. 8-3. 56-й ранг. Ну, 12-3. Ну, тут прям видно, ну, 90-е все. Все дела. Вот тоже. Пошло, пошло. Ну, 11-3. Нет, не пошло. О, 8-3. 12-2. 9-3. Два этажа. 8-3. Забил. Хер. Ой, 9-3. Это же один этаж. 8-3. Тоже забил. Хер. Жесть, как 56-й ранг. О, 12-3. Видимо, это... Трай хардер. Ну, 12-3. Тоже молодец. 10-1. Ну, 8-3 тоже забил. Хер. Так. Ну, 12-1. Нормально. 11-1. Неплохо. Тоже 8-3. 6-1 на 54-м ранге. 54-й, почти 55-й. 8-3. О, 11-3. Нормально. 50-й ранг, кстати. Видите? Кстати, это, по-моему, кто-то из чата, не? 9-1. Давайте вот этих 50-го ранга тоже посмотрим. 6-3. Ну, видите, там есть 11-3. А есть 6-3. А есть 6-3. 55-й ранг. 8-3. 6-3. Не, ну, а в 45-й уж не буду посмотреть. Давайте вот этого 50-го посмотрим. 8-3. 8-3. Ну, в общем-то, я не знаю. Можно уже подытожить. Если кто не верит, может провести ровно такой же эксперимент в следующий день, когда перед обновлением бездны. Убедиться в этом на своем опыте и, блин, не знаю, запомнить раз и навсегда, что большинству людей не нужна бездна. На 12-3 проходило буквально несколько человек, и то мы даже не знаем, на сколько звезд. То есть перед этим, там все, кто проходили там 9, 10 и 11, скорее всего, вероятнее всего, они просто зашли, дошли до какого-то этажа, до скольки могли, забрали сколько могли примогемов и ушли. И плевать они хотели на бездну, плевать они хотели на примогемы оттуда. То есть, может, они, конечно, бы и хотели забирать примогемы, но никому этот дрочь из вот этих людей, скучный дрочь на цифры и на бездну, не нужен. Надо с этим просто смириться и понимать, ради чего большинство играет в геншин. Ну, то есть, совершенно точно можно сказать, что большинство играет в геншин не ради бездны. Список моих друзей смотреть бессмысленно. Какая разница, у меня всего 45 друзей. Во-первых, фулл стак, а во-вторых, и что это даст? Ну, то, что если у меня в друзьях сидят, например, задроты, которые проходят бездну, это ни о чем не говорит. Точно так же, как и наоборот. Поэтому, какая разница, ну, смотрите рандомов, ты просто нажимаешь, говорю, на эту кнопку и смотришь рандомов и вперед. Так что, вот, не знаю, теперь буду вот специально кидать ссылку на вот это вот видео. Всем тем, кто будет приходить ко мне и рассказывать про то, какая крутая бездна и как нужно ради нее только играть. Что, на самом деле, в геншин играют вообще не ради бездны, а ради, вон, дырок на жопе ушенька. Такие дела.